Дорогая церковь, всех приветствую, кто пришел в Дом Божий. И все, кто сегодня с нами, в трансляции онлайн, мы также вас приветствуем всех. И радуемся тому, что у нас есть эта возможность, когда мы можем вместе, как когда семья прийти в Дом Божий для того, чтобы поклониться нашему Господу. Псалмопевец 104-м Псалмик написал такие слова. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Аминь. Да поможет нам Господь искать лица Господнего каждый день. Не только рук Его, не только просить, чтобы Господь благословил нас, но искать Божьего лица и каждый день восхвалять имя Его, потому что Он достоин. Давайте мы склоним наши головы и помолимся нашему Господу. Господь, в этот час мы, дети Твои, преклоняемся пред Тобой и благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас так сильно, что Ты отдал Сына Своего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за жертву Голговскую. Благодарим Тебя за то, что Ты спас нас, Ты оправдал, Ты искупил нас от греха. И сегодня мы по праву можем называться и быть Твоими детьми. И мы славим Тебя за это, Господь. Благодарим Тебя за все чудеса, которые Ты совершаешь в нашей жизни, Господи. Мы славим Тебя за это. И помоги нам, чтобы мы всегда замечали все те ответы на молитвы, все те чудеса, которые Ты совершаешь в нашей жизни, чтобы мы могли всегда славить Тебя, потому что Ты достоин чести, хвалы и поклонения. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил служение сегодня. Благослови братьев, которые будут говорить Слово, передавать Его. Ты говори через них. И нас, слушающих, благослови, чтобы мы внимали этим словам, слагали эти слова в своем сердце и жили по Твоему Слову. Благослови гостей, которые будут участвовать сегодня также в нашем служении. Ты также благослови их и говори через них. Господь, благослови всех, кто присутствует сегодня здесь, на этом месте. Благослови всех, кто смотрит нас онлайн. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждое сердце, и коснись каждого сердца Словом Своим, и раствори Духом Святым это Слово, чтобы это Слово принесло плод в нашей жизни. А нам помоги славить Тебя и возвеличить Тебя, потому что Ты этого достоин. Наш Добрый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, давайте так стоя мы споем пение номер 192. Мой Бог, скала, сокрыт я нюн. И после чего мы выслушаем пение хора, и после хора будет первая проповедь. Бог, скала, сокрыт я нюн. Покрова время бури. Покой вилел Господь вилел. Покрова время бури. Бог, скала, сокрыт я нюн. Покой вилел Господь вилел Господь вилел Господь. Меня спаситель защитит. Снают рекорды, надо мной. Небось я слышу я с Тобой. Бог, скала, сокрыт я нюн. Покрова время бури. Мой Бог, Отец и Дух Святой. Покрова время бури. Я жажду жить на небо, покрова время бури. Иисус мой, скала, сокрыт я нюн. Покрова время бури. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 не тревожил, ихний запах не изменился, они не стали лучше. Вот это время благоприятное для них не послужило им к добру. И вот пророк Иеремия говорит, что Господь сделает так, говорит Господь, что я пошлю к нему переливателей, я побеспокою этот народ, потому что у них остался старый вкус. Но здесь стоит отметить, чтобы для большей ясности было, метод древний, метод приготовления вина. Мы, многие из Молдавии, знаем, как приготовляется вино. Но это было неправильно, все приготовлено, и все эти методы, они к нам не относятся. Вот как приготовить вино, потому что мы его не употребляем, не пьем. Но как оно приготовляется, сам метод, нам поможет понять, почему так здесь пророк Иеремия от Господа говорит. Древний метод был такой, что брали этот виноградный сок и заливали его в такие кожаные меха. Заливали в эти кожаные меха, зашивали их и сильно трясли. Трясли, трясли, хорошо трясли, долго хорошо трясли эти меха. Затем в прохладное темное место оставляли. На какое-то определенное там время. Через время аккуратно хозяин приходил и сливал этот сок, не взбалтывая, а только верхний весь вот чистый хороший сок сливал. И опять его зашивал в другой мех. И опять его тряс, долго хорошо тряс его, и опять оставлял его, чтобы в нем осел осадок. И так он делал много раз для того, чтобы достигнуть чистоты, прозрачности и запаха, аромата и вкуса. Оказывается, в этом соке, в этом напитке есть горечь, которая мешает. И вот, чтобы от нее избавиться, нужен был вот такой вот метод. И это был правильный метод для того, чтобы достигнуть вот такой вот вкус этого чистого, светлого, ароматного, без горечи, вот такого сока. Это имеет смысл. И вот пророк Иеремия и говорит, что Господь говорит, что я пошлю на этих людей переливателей, которые вот так вот сделают. И это так и было. Господь послал. И этот народ пострадал, потому что он не шел к Господу, не искал его, оставалась вот эта горечь, все оставалось в них. Первое место, которое мы с вами прочитали, оно говорит о святости. «Будьте святы». Для того, чтобы быть святым, не нужно где-то спрятаться, и чтобы не видеть никого, чтобы никто никого не трогал, никаких проблем не было, просто питаться и быть святым не может быть такого. Нету таких примеров, кто бы так мог быть святым, сохранить святость. Обязательно святость связана со страданиями. Чтобы достигнуть святости, нужно иметь какие-то испытания, переживания, чтобы очиститься, потому что в человеке, в характере его, есть то, что мешает, вот это есть горечь, есть запах. А Слово Божие говорит, что освящение, путь христианина, это путь освящения, это идти путем этим освящения, для того, чтобы очищаться, освобождаться от всей горечи. Если не трясти, если не переливать, возможно, что эта горечь остается в людях, и вкус не изменится. Как, братья и сестры, вы думаете о себе, каждый о себе, о нас? Со времени уверования наша святость, или вот мы стали лучше, мы изменились к лучшему. Та горечь, которая у нас была в жизни нашей, удалилась ли она? Вот светлость и чистота нашей жизни, она стала ли лучше? Может быть, нас не трясли, не переливали, и вот этот осадок, эти дрожжи так и расставались, и мы так с ними до сих пор живем. И если придет время, как Господь говорит через Еремию, что вот я пришлю переливатели, и когда они начнут переливать, а там очень много осадка, там в этой жидкости будет столько горечи, столько мутности, грязи, и оно не будет способное к употреблению. Господь для себя его не сможет употребить. И вот такой вопрос сегодня звучит к нам. Как у нас, за годы нашего уверования, мы изменились или нет? Господь очень внимателен и заботлив о людях, и Он ставит, чтобы достигнуть в нас чистоты, Он ставит в нас в такие положения, в такие обстоятельства, которые помогают. Он не хочет через эти обстоятельства нас обидеть. Сам Господь не трясет, не переливает, но Он посылает в нашу жизнь тех, которые бы нас потрясли, которые бы перелили, чтобы вся горечь была удалена, чтобы в этих испытаниях мы могли достичь святости. Когда мы читаем вот 12 стих, Он говорит именно об этом. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пошлю к Нему переливателей, которые перельют и порожнят сосуды и разобьют кувшины Его. И хорошо было бы, если бы вот это все было чисто и свято, и можно разбить эти кувшины, можно все, и там чистый сок, там святость, там чистота, запах ароматный, все». Практически это так было в жизни этого народа, и раскрылось то, что там было очень много осадка и очень много горечи. Забота Господа сегодня о нас, чтобы мы были чистыми и святыми. «Совесть наша, она омыта Господом, кровью Иисуса Христа, и потому Господь беспокоится, переживает, ведь драгоценная кровь была использована для того, чтобы омыть нас, очистить. И сегодня Он работает, и Он хочет, чтобы мы стали чище». В этом же послании, первое послание Петра, пятая глава, есть такой стих, десятый, который нам говорит, что с нами происходит и что это ко благу. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да завершит вас, да утвердит, да укрепит, да заделает непоколебимыми, вот старание Господа под кратковременным нашим страданием, это забота Господа, Он сверх сил не пошлет, Он не пошлет такое нам, таких переливателей, которые бы нам сделали беду. Он знает, сколько и как послать к нам. Как мы сегодня относимся к трудностям, которые к нам приходят? мы нервничаем, мы обижаемся, мы проявляем себя как-то негодуем, убегаем от этого. Что мы с вами сегодня делаем, когда испытываем трудности, болезни, переживания? Служат ли они к нам к тому, чтобы мы изменились и стали лучше? Один брат рассказывает о себе, о такой примере, он говорит, что переливатели в его жизни были очень к добру и очень хорошо. Он устроился на работу, была такая работа, группа, в которой он работал, где делали видеомагнитофоны, и нужно было проверять такие платы. Каждый занимался своей работой, это был конвейер, и он туда попал очень случайно по знакомству, но случайно попал туда. Когда он там начал работать, в первый же день узнали, что он верующий. Все были коммунисты, все были комсомольцы, он один, ну и было сверху такое указание, чтобы сделать так, чтобы он сам уволился, чтобы он сам ушел с этого производства. Причин не было других. И этот начальник начал давать ему такую работу трудную. Каждый знал свою работу, свою плату знал и проверял ее, и работал дальше. Но он ему давал каждый день новое. Вот каждый день давал ему новую, ставил на потоки такую, которую он не знал. Как это делать? И он старался. Все остальные ждут, линия ждет, и что давай быстрее. И он сам подходит тоже и говорит, ты не можешь быстрее? Он говорит, я весь мокрый. У меня семья, у меня жена, дети, а он стоит, как в Египте надо мной, вот с плеткой, давай быстрее. Он говорит, у меня не получается. Я так молился. Молился много Господу. Господи, защити. Почему? Что со мной? Что за работа такая? Почему так получается? Прошел месяц, и совсем все поменялось. Вот эта вот потряска, вот это вот переливание, оно послужило к тому, что кого нету на работе, он стал ценным работником. Кого нету на работе, начальник подходил и уже просил его, пожалуйста, замени, потому что весь конвейер останавливается, нужно работу эту делать, пожалуйста, замени. И через два месяца у него стала и зарплата больше, и его стали больше уважать. Этот брат говорит, что не бойтесь переливателей. Если у вас начальник строгий, не переживайте, молитесь, это к чему-то, к вашему добру. Это к тому, чтобы вы могли засиять светом, чтобы в аромат христианский, ваш аромат христианский, ваша вот душа, чтобы она засияла, чтобы она вот этот аромат издала, чтобы другие люди увидели. Видя наши добрые дела, что сделали? Прославили Господа, чтобы вот это, и он говорит, не нужно совсем от этого убегать. Господь это все делает для того, чтобы красота христианина, она отразилась. Мы поем пение такое, озеро Генесарецкое, и там есть такие слова, которые говорят, просьба от нашего лица в этом пении, чтобы вот образ Иисуса отражался в нас. Я хотел бы еще один библейский пример привести. Ответьте мне на вопрос, кто был переливателем у Иосифа? Кто был первым переливателем у Иосифа? Братья. А не страшно ли? Что это означает? Братья и сестры, может быть, в нашей жизни наши близкие, родные могут нас трясти, переливать. И к чему? Если мы посмотрим историю Иосифа, как у него получилось? Братья его взяли, трясли, хорошо трясли, бросили в яму, продали его, он стал рабом. Потом женщина его трясла, сильно его потрясла. Потом тюремное заключение. И все это было к тому, чтобы горечь его вышла с него. И горечь с него вышла. Он засиял. Мы видим во всех его поступках, во всей его жизни проявилась вот эта красота. Сегодня мы можем этот прекрасный образ применить в своей жизни. Может, кто-то говорит, что у меня жена плохая. Это ваш переливатель. Не огорчайтесь. Несите, терпите. И когда это случается, вы скажите, что хотя ты вот и кричишь, и шумишь, но мне другая не нужна. Я тебя люблю. Господь мне тебя дал. Есть, есть хорошие жены, есть лучшие жены, но они не нужны. Ты моя, и я потому тебя буду любить, и мы вместе проживем может быть, жена обижается на мужа. То же самое. То же самое. Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы были именно такие, чтобы мы не искали, не смотрели по сторонам. А то, что в нашей жизни случается, вот эта потряска, чтобы мы принимали ее правильно, это Господь заботится о том, чтобы мы были чистые и святые, чтобы в нашей жизни вот эта вот красота была видна. Я еще один хотел бы пример привести. это из книги Ивана Анищенко. Это украинцы, украинец, он брат, который прошел вот репрессию, прошел гонения, которые были. И там вот такой эпизод мне запомнился о том, как он очередной раз был в тюрьме. Он много шел и в кандалах, и окованный, и все. И везде являл свет. Свет христианина. Люди его очень любили, хотя заключенные, но очень его любили и уважали, относились к нему уважительно. Начальство все вот, они ненавидели, не любили, но люди любили. Вот очередной раз он попал в камеру, в которой было 100 человек. Кто читал, тот помнит книгу, но он как раз к этому подходит, к этому месту, к нашей теме сегодня. И на тот день, когда он убирал эту камеру, как раз получил посылку. Получил в этот день посылку, мешок с сухарями и банка меда. И он это на стол поставил, и только уже заканчивал убирать, и приходят все эти заключенные. Ну, впереди, как вы догадываетесь, кто заходил. Заходил их самый старший, староста, который мог убить любого человека, ему это ничего не стоило, он был главный в этой камере. И вот он заходит, дальше там за ним заходят те, которые ему все это помогают делать. Он заходит, смотрит мешок с сухарями. И он спрашивает, чье это? Ну, брат Ивана Нищенко. Он отвечает, это мое. И тут такая пауза, что будет дальше? Ведь в этих камерах происходило так, что этот главарь, этот староста, он забирал это все, он распределял сам. И каждый, кто сидел в этой камере, старался иметь, если что-то имел, кусочек, он старался где-то его держать под постелью, где-то как бы НЗ, чтобы потом, ну, для себя держать. А здесь вот такая картина, все замерли, тишина такая. Он говорит, что это мое. А потом говорит, что разделите это все на каждого поровну. И этот староста, он опешил, он остановился, он растерялся. Как? Такого никогда не было. Каждый забирал себе, держал себе. А это что такое? Он был поражен этим, но принял такое решение разделить, послал кого-то, кто был рядом, разделить на всех и поровну. Никогда такого в камере не было. Это первый раз, и это случилось. Но самое интересное было в конце, когда остался один сухарь, остался этот староста и Иван Онищенко. Один сухарь, и они двоем. Что делать? И этот староста говорит, бери, это твое. А он говорит, нет, давай по-братски, пополам. И ложку меда, каждому ложку меда. Это было такое переливание. Господь перелил брата Ивана в эту камеру для того, чтобы он засвистил там, засвидетельствовал о любви Божьей, засвидетельствовал о том, и как правильно нужно жить этим преступникам. Господь это делал. Хотя были испытания, трудности были, но этот брат мог и в этих трудных обстоятельствах засветить. И когда там остался мед, этот староста говорит, что он глава всему этому, он распоряжается. А брат Иван каждое утро давал по ложечке меда каждому, такой ароматный, вы понимаете, в тюрьме, когда вот люди, это для них было, ну какая-то вот такая вот радость и напоминание. Сегодня это слово «Будьте святы, потому что я свят». Иначе Господа нельзя увидеть. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы, слушая Его Слово, имея трудности здесь на земле, мы никогда не огорчались, но всегда благодарили Господа и видели в этом промысл, чтобы мы сами догадывались наперед, почему это болезнь, почему это испытание, почему трудности, почему какая неудача, чтобы мы искали, что хочет Господь сказать, что Он хочет во мне еще изменить, где Он хочет мою горечь забрать, где Он хочет меня очистить, потому что по-другому Господа увидеть нельзя. Только чистые сердцем Бога узрят. Да поможет нам в этом Господь Ему за все слава. Аминь. Помолимся, пожалуйста, кто желает. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Аминь... Апостол Павел... Продолжение следует... 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 Не пройди меня, ты источник утешения, Души сады вах. Друг мой, ты, как в мире трения, Так и в небесах. Боже, Боже, полуснешь меня, Слышают мой бой огня, И не пройди меня. Боже, Боже, полуснешь меня, Друг мой, ты, как в мире трения, И не пройди меня, Друг мой, ты, как в мире трения, Друг мой, ты, как в мире трения, Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Мой Бог, Ты просто так прощаешь Таких, как я, забл Hernandez Забычих наш овец, сбежавших, глупых, Безразмерно падших, Ты принимаешь Любящий отец, а так счастлив сказать Что Ты мой папа, что Ты единственный И правильный судья, что Ты мой друг Я несказанно рад, я рад, что снова сын я Твой Мой Бог, коль потираюсь где-то снова Оставлюсь, запутаюсь и уйду Забуду боль, надену вновь ковы Не отдавай меня, я больше не смогу Мой Бог, прошу, наказывай сильнее Учи, как жить и снова не упасть Я так устал жить сквозь сожаление Хочу я снова радостным я стать Молюсь Тебе и слышу тихий голос Внутри меня в сердечной глубине Ты мое чадо, и ни один Твой волос не упадет Без ведомости мне Я Твой Отец, Тебя я не отрыну Хоть мать оставят и друзья Ты упадешь, Тебя я не отрыну Но подниму и отрахну любя Спасибо, Бог Я веру Твое Слово Ты моя башня, каменный гранит И если бури вдруг наступят снова Не убоюсь со мной, Господь Мой щит Аминь Он вошел в мою жизнь Как хозяин, как пастырь и друг И легко разрешил Нерешенные сотни проблем Он помог разорвать Недоверия, замкнутый круг Он помог мне найти То, что я потирал уж совсем Он помог разорвать Недоверия, замкнутый круг Он помог мне найти То, что я потирал уж совсем Он зажег огонек Он зажег огонек Непроглядную темную ночь И ладони свои Я с надеждой ему протянул Я устал, я упал Он один лишь сумел мне помочь Он мне руку подал Когда я безнадежно тонул Я устал, я упал Он один лишь сумел мне помочь Он мне руку подал Когда я безнадежно тонул Он поставил меня На прекрасный истинный путь Он мой спаситель Христос Пусть уходят года Их не может никто мне вернуть Одного я прошу У тебя мой спаситель Христос Помоги никогда С твоего мне пути не свернуть Чтоб с тобой мне войти Вечный край денет гора и слез Помоги никогда С твоего мне пути не свернуть Чтоб с тобой мне войти Вечный край денет гора и слез Слава Богу! Хватит, да? Истинный край денет гора и слез Ближе Господь к Тебе, ближе Господь к Тебе, ближе к Тебе. Ближе Господь Ближе Господь к Тебе, ближе к Тебе. Ближе Господь Ближе Господь Ближе к Тебе, ближе к Тебе. Ближе Господь Ближе Господь Ближе 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 Господь Ближе Господь Ближе Господь Ближе Господь Ближе Господь Я прочту первые пять стихов, потом мы, может быть, прочтем еще некоторые из этих стихов ниже, но первые пять стихов мы услышим эти слова, слова Давида. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяния Его. Он прощает в себе закония Твои и исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Как вы уже слышали, мы вчера вечером приехали с Молдовы, с нашей семьей. Сейчас еще время в том Молдавской, я должен спать. Но я сегодня стою перед вами, вот в таком варенье внутренном, бодрствуя, но в то же время как-то внутри чувствую, что вот происходит такое. Знаете, на протяжении всех этих дней, девяти дней, когда мы были там, я очень часто вспоминал этот псалом, псалом Давида. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяния Его. Под впечатлением этой поездки эти слова часто приходили мне на память. Просто видя людей, которые живут там, которые стали жить там, в Молдавии, и по милости Господне мы здесь, но, приехав туда, вот для такой встряски, может быть. Кто, может быть, давно не был там в Молдавии, посоветую вам поехать, чтобы встряхнуть свое состояние внутреннее, эмоциональное, чтобы вспомнить то место, откуда мы выехали, и увидеть тех людей, которые живут там. Да, есть и люди, которые хорошо живут, но их не так уж много. Но есть много людей, которые живут там за чертой бедности. Которые бедны не потому, что они лентяи, не хотят работать, и не работают, но то, что они делают, это все за копейки, за гроши просто можно продать. Когда беседовали там с одним фермером, который живет там, и осень, некоторые поля виноградные убраны, некоторые нет. Некоторые кукурузные поля успели пожать. Лежит просто кукурузная на земле, но они не успели убрать ее. Вот беседуя с одним из фермеров, выяснилась такая картина, что весь его год, который он проработал там в Молдавии, как бы виток всей его работы, когда он продукцию свою сдал, он заработал всего лишь 700 долларов, если перевести в наши доллары. Конечно, печальная картина. И он работал, это вся весна, мы понимаем, это зимой нужно чистить, весной нужно также его подвязывать, потом опять же чистить, ухаживать, в конце итог, собирать этот урожай и отдать, и просто остаться всего лишь 700 долларов. Это очень мизерная цена, а купить все очень дорого. Все очень дорого, и не хватает ни на что денег. Удивляет то, что на каждом углу заправки и прекрасные магазины, и все у них есть. Но искушение, не за что купить некоторым людям. Все то, что касается, чтобы с людей снять, все по европейским стандартам по последнему времени, но по обслуживанию населения все осталось где-то в 50-60-х годах. Это очень разочаровывает иногда, когда смотришь на людей, когда им нужно оплатить за газ за месяц, а этого не хватает, нужно где-то еще пойти зарабатывать какие-то денег. И когда вот видишь всю эту ситуацию, оцениваешь и говоришь, действительно, благослови душа моя Господа, и не забывай все благодеяния Его. Этот псалом хотелось бы мне сегодня, может быть, вот так вот с какими-то чувствами внутренними моими передать вами, чтобы каждый из нас, конечно, не побывав там, мы не сможем ощутить всю эту картину, которая там происходит, может быть, в селах на периферии, не в Кишиневе, в Кишиневе столица хорошо стоит, но села, периферия, конечно же, удивляет некоторые изменения. Те улицы, которые когда-то были заезженными, сегодня заросли бурьяном. Но Бог позволил нам сегодня быть здесь, в этой прекрасной стране. Иногда может быть печально слушать, слышать такие слова, когда люди здесь, получая такие блага, пользуются благами, как-то вот недовольствуют. И я в том же числе, я не хочу себя поставить в сторонке, я такой же, я такой же человек. И хотелось бы, чтобы вот моя душа и каждого из нас, наши души, чтобы мы воспрянули духом, после того, когда мы видим такую ситуацию. И когда вот читаешь эти слова Давида, задаваешь себе вопрос, Давид, за что же ты желаешь, да, возблагодарить Господа? Много же было проблем, переживаний в жизни Давида, очень много потрясений в его жизни. Но однако же Давид, несмотря ни на что, видя свою ситуацию, видя свое сердце, говорит, благослови душа моя Господа и вся внутренность святое имя Его, не просто своими устами прославить Господа, благословить Господа, но всем своим естеством Давид желал, горел желанием прославить Его. Для чего? Почему? Душа должна благословлять Господа. Только один Господь достоин нашей славы и хвалы. И Давид как бы ломает стереотип, да, мы понимаем, что меньше благословляется больше. Здесь Давид говорит, благослови душа моя. Давид видит себя меньшим, и он говорит, благослови душа моя Господа, того великого, того, от которого исходят все благословения, благослови душа моя Господа. Он как бы здесь выражает свою веру в того, который может благословить, он желает его благословить. Что означает слово благословить? прославить его в своей жизни, восхвалить Бога с благодарностью и поклонением. Давид лично встретился сам с Богом и был помазан им в цари. Потом был еще юношей. Вспомните, как Господь избирает Давида. Пред пророком предстали все сыновья Исея. Но одного Давида там не казалось. Все прошли, и никто не был указан. Господом пророком, что именно кого помазать из этих всех братьев. Но когда был приведен Давид, самый меньший, тот, который был у стада, у стада с овцами, он был приведен, и того Господь Давида избирает. И так, может быть, проводя параллель из того множества людей, живущих там, откуда мы выехали, с разных стран Белоруссии, Украины, Молдовы, России, но нас, именно нас Господь переселяет сюда. Именно к нам Господь проявил свое благоволение, что мы могли переехать сюда и пользоваться тем благом, который мы имеем сегодня. С тех пор, когда Давид был избран, он глубже познавал Господа, Творца как Свидержителя и Создателя, и доброго пастыря. Он воспевает его в своих псалмах, он прославляет его в своей жизни, и он прожил очень долгую жизнь под руководством Бога, прославляя его псалмами своими, которые вошли в Библию, и мы сегодня можем читать. И он как бы повелевает в своей душе «Благослови душа моя Господа», таким образом как бы исповедует свою веру в живого Бога, который желает помочь каждому из нас. Помогал также Давиду, и Давид поклоняется и прославляет его. Во все века люди впадали в сети идолопоклонства, служили различным богам, тем, которые не боги. Их сердца и души обращались, умирали во грехах, но царь Давид, он говорит, что только один Господь достоин славы, нашего поклонения, хвалы, только в нем наша душа может по-настоящему найти покой, найти спасение. И этого Творца Давид сегодня приглашает нас с вами, чтобы мы так же его прославляли, чтобы мы так же могли проставить его, чтобы мы так же могли благословить его в своей жизни, пользуясь теми благами, которые мы имеем в своей жизни. Хвала Тебе, наш Господь, мы такое пение поем, хвала Тебе, Дух Святой, хвала Тебе, хвала за Иисуса, Сына Твоего. Такое пение мы раньше пели. Хотелось бы, чтобы в наших устах непрестанно налилась хвала нашему Господу за те блага, которые мы имеем в нашей жизни. Во-вторых, мы должны не забывать обо всех благодеяниях Господа, которые мы имеем в наших повседневных днях. Благостави душа моя Господа и не забывай всех благодеяния Его. Мы склонны к тому, чтобы быстро забывать все то, что было в нашей жизни. Все то, что осталось, может быть, позади 5-6-10 лет тому назад. Почему причина? Почему мы склонны забывать? И в Римлянам мы читаем такие слова. Как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умсловании своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Иногда мы в своей жизни, окунувшись в благо, окунувшись в благодать, окунувшись в материальные такие достатки, мы забываем благодарить Господа. Мы забываем, откуда мы, может быть, пришли, откуда мы вышли. Мы забываем о том, что было у нас и чего мы достигли сегодня. Благодаря Господней милости мы не благодарим Господа. Мы забываем о всех тех благодеяниях, которые Господь посылает нам в нашей жизни. Пример тому мы находим израильтян, которые вышли из Египта. Вышедшие из египетского рабства, израильтяне забыли все благодеяния, которые Господь посылал им в их жизни. Они вспоминали не о делах Божьих в своей жизни, но они вспоминали о луке, чесноке, о мясе. Такова склонность наших человеков, такая наша натура забывать то, что Бог нам посылает, и помнить о тех материальных благах. Бог ведет нас не только через пути благословения, но иногда Господь ведет нас через долину трудностей, через долину смерти, болезни. И Господь нас желает чему-то научить. Господь желает нас научить быть благодарными. Он хозяин нашей жизни, он хозяин жизни Давида. И сегодня Давид приглашает нас в своей жизни благословить и прославить его. Давид говорит, Господь, твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, вторая книга царств. Ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. И также 22-й псалом, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, если пойду в долину смертной тени, не убои зла, потому что ты со мною. Так воспевает Давид Господа. Когда мы смотрим на жизнь библейских героев, героев веры, которые перечислены евреям в 11 главе, то мы видим, что все они были смирены пред Богом. Все они в крутости ходили, понимали, от кого исходят источники благословения, от кого зависит их жизнь. Авраам, куда бы ни пошел, куда бы он ни приходил, он строил жертвенник, жертвенник благодарности Господу. Он этому научил Исаака и Якова. Они все возводили жертвенника, чтобы проставить Господа, чтобы возблагодарить Его. И в Евреям 11 глава 16 стих, они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему их Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он, то есть Господь, приготовил им город. Когда мы не будем забывать о тех Божьих благодеяниях, то мы не сможем забыть самого Бога. И мы всегда будем в своих словах благодарить Его. Бог нам дает все то, что необходимо в каждый день и в каждый год. Помог бы нам Господь, чтобы мы, странствуя по этой земле, не забывали о тех благодеяниях, которые Господь дает каждому из нас, чтобы мы все больше и больше приближались к тому небесному Дому, который Господь приготовил для любящих Его, которые Господь приготовил для Авраама, Исаака и Иакова. Какие конкретные благодеяния Господь проявляет в жизни Давида и в жизни каждого из нас? Они перечислены 3 стих 4 и 5. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания Твоё, обновляется подобно орлу юность Твоя. Он прощает все беззакония Твои. Давид прежде всего прославляет Господа за то, что Господь простил его беззакония. Давид видит себя грешником пред Господом, Давид видит себя тем, который нуждается в милости и в прощении. Я думаю, что каждый из нас, понимая свою ситуацию, свою жизнь, мы так же в беззаконии, мы во грехах своих пришли в этот мир, и мы нуждаемся так же в прощении. В этом нуждался так же и Давид. Бог по Своей милости призывает людей к покаянию, открывает людям возможность обрести спасение, милость и прощение. Будучи там в Молдавии, я посетил одну семью. Человек лежит в болезни, понимает и знает, что знает Бога. Потому что я когда беседовал с ним, предложил, чтобы помолиться, он говорит, да, пожалуйста, молись за меня. А я говорю ему, спрашиваю, не хочешь ли ты помолиться? Нет, я не могу ничего сказать Господу. Ну мы же с тобой разговариваем, вот то, что ты мне сейчас говоришь, скажи это Господу. Закрытый уста. Человек не может высказать Господу свое состояние. Человек просто не может осознать себя грешником и сказать, Господи, я грешник. Закрытый уста. Грех. Дьявол закрывает уста. Он не в силах это произнести, но желает, чтобы за него молились. Господь прощает все беззакония Твои и Мои, каждого человека. Но нам нужно открыть свои уста для славы и хвала Ему. И Он простит наши беззакония, простит наши согрешения. Это и система нашего благодарения всегда в каждом дне. Благодарить Господа, потому что Господь прощает наши беззакония. Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас. Исайя 53, глава 6 стих. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иоанна 1, 2, глава 1, 2 стихи. И Христос есть наш ходатай пред Отцом Небесным. Он есть наше умилостивление за наши грехи. Дорогие друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы мы больше и больше любили того, который взял грехи всех нас и вознес на крест Голгофский. Затем Псалом Певец говорит, что Он исцеляет все Его недуги. Конечно, сегодня среди нас есть больные, которые проходят долину болезней, скорбей. И для кого-то, может быть, ответ от Господа, как было некогда сказано Павлу, жало в плоть, он не был исцелен, не было ему исцеления от Господа. Может быть, и для кого-то сегодня это исцеление не происходит. Это допущено Богом. Но я знаю, что множество сидящих здесь, и которых нет среди нас, может быть, сегодня здесь, сегодня, может быть, остались они дома, у телевизоров или еще где-либо, они пользовались тем благами, когда Господь исцелял их недуги. Вопрос для меня и для тебя. Когда мы получили исцеление в наших недугах, простаивали ли ты Господа, возблагодарили ли ты Господа за то, что Господь исцелил себя. Господь был в милости в тебе. Кому-то, может быть, не привил Господь милость, сказал, что подожди ли, довольна тебе благодати моей, а вот кому-то Господь даровал милость, исцелил от недугов твоих. Возблагодарил ли ты Господа? Бог использует наши полезни для того, чтобы нас воспитывать, чтобы нас чего-то учить. Благослови душа, мой Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Бог избавляет также от могилы жизнь Твою. Что означает слово «могила»? Это не означает, что это смертельная опасность, то, чего ждет каждого человека, то есть жизнь заканчивается могилой. Здесь подразумевается слово «могила» — это опасности ловушек греха, в которые каждый из нас может попасть. Это очень легко попасть в эти ловушки. В жизни мы часто встречаемся со многими опасностями, многими ситуациями, когда мы оказываемся в такой ситуации, когда мы принимаем какое-то решение, может быть, неправильное, и мы оказываемся в этой могиле греха. Если мы будем иметь тесное отношение, тесное общение с нашим Господом, Заметьте, Господь избавляет от могилы жизнь Твою. Не вытаскивает, иногда и вытаскивает, дает милость, прощение. Давид говорит, избавляет от могилы жизнь Твою. Господь хранит. Да, Иосиф, мы сейчас слышали пример Иосифа, был потрясен той женщиной, было потрясение его в жизни, но Иосиф не впал в эту могилу смертную, в этот грех, убежал. Да, были последствия, были потрясения, он оказался в тюрьме, но он не оказался в могиле. Господь избавил его от могилы, он был сохранен Богом. Почему? Потому что Иосиф дорожил общением с Господом. Иосиф также свою жизнь славил Господа. Бог венчает Тебя милость и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Бог венчает Тебя милость и щедротами. Поистине, поистине, Господь венчает каждого из нас милостями и щедротами, теми благами, которые мы имеем в своей жизни. Бог всегда насыщает наши желания добрыми благами. И самое главное благо, самое важное благо в жизни каждого из нас – это Слово Божье. Это самое великое благо, которое мы имеем благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря милости Господней. Это Слово Божье – самое важное и самое великое благо, которое мы имеем в своей жизни. Сам Господь есть – наша величайшая награда и щит. Поэтому, когда мы уповаем на Господа и общаемся с Ним через Слово Господними, то мы наполняемся наилучшими благами и обновляемся в Божьей силе. Все мы понимаем, читая Слово Божье, мы можем укреплять свои духовные силы. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы находили время для чтения Слова Господня. И здесь все уподобляет. Пятый стих – «Обновляется подобно орлу юность твоя». Это брат Юрий Григорьев приводил пример обновления орла. Я эту историю немножко слышал раньше от брата Олега Куксенко. Я был удивлен, я потом прочитал эту историю, как на самом деле обновляется орел, обновляет свои силы, свои перья, клюв, когти. Это действительно очень сложный и трудный процесс, когда орел достиг уже какой-то старости. Когда он летит, его крылья создают шум, и он не может найти себе жертву. Его клюв не становится достаточно острым, чтобы расправляться с этой жертвой. Когти не могут держать ее. И ему нужно принимать решение. Он это должен делать в своей жизни. Он должен биться от скалы, чтобы разбить свой клюв. Достигнув этого, он выщипывает все перья из себя, чтобы переобновить. Также и когти. Но очень важный процесс, очень важный момент в жизни этого орла. Этот период времени, когда он проходит, период обновления, его кормят другие орлы. Иногда в жизни нашей, в жизни христианской, для того, чтобы получить помощь от других, мы иногда получаем, может быть, не помощь, а иногда, может быть, какие-то слова упреков и каких-то обвинений, когда мы нуждаемся в этом обновлении. Но эти птицы, которые Господь создал, у них есть нечто другое. Они поддерживают друг друга. И когда орел нуждается в обновлении, другие орлы его питают, пока проходит весь процесс обновления. Но также нам в нашей жизни христианской, мы также должны обновляться, обновляться подобно орлу юность наша. Брат Петя мне сегодня рассказал в Галичанске об друге, который покаялся в Кишиневе в возрасте. И вот сегодня он в возрасте, говорит Брат Петя, он евангелизирует. Он желает что-то делать для Господа, желает что-то делать для своих родных, хотя даже в старости, уже достигнув какого-то зрелого возраста. Вот так же и мы должны, христианская наша жизнь, если мы получили обновление, мы должны желать делать что-то лучшее, что-то большее. Но иногда мы слаживаем уроки, говорит, ну уже все сделали, ну что ж, пусть другие делают. Я не исключаю себя, я такой же, может быть, как и все остальные. Но Господь, и Давид говорит, обновляться подобно орлу, обновиться подобно орлу юность Твоя. Когда Господь видит нас всегда молодыми, мы должны видеть себя способными и делать то, к чему нас призывает Господь. С помощью Господа мы, как орлы, можем преодолевать всякие трудности. Пусть Господь поможет нам в этом, чтобы мы преодолевали все трудности в нашей жизни. Библия говорит, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не следим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляется юноша, и ослабевает, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут не утомятся. Исайя, 40 глава, 28, 31 стихи. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Хотелось бы, чтобы наша надежда на Господа не ослабевала, чтобы мы каждый день в своей жизни свою надежду возлагали на Него. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», читая служение апостолов, которые совершали свое служение в трудностях, в гонениях, и каждый раз, когда их постигало гонение, они укоренялись в слове Господа, в молитвах. Они обновлялись, подобно как орлы, и шли, проповедовали слово Господне. Однажды Павел, когда был на корабле, направлявшийся в Рим, как узник, он попал в эту бурю, и много дней не было ни солнца, ни звезд, и все люди, которые находились с ним, были также в унынии, потеряли всякую надежду. Однако же апостол Павел пребывал в это время в молитве, и уповал не на свои силы, уповал на Господа. И Господь спас всех их, и его... У Господа был план к апостолу Павлу, чтобы он попал в Рим, чтобы он евангелизировал также и граждан Рима. И Господь сотворил свое спасение, и Павел был в Риме. Это великая милость Господня к детям, к тем, кто надеется на силу и помощь не на свою, но на Господню. Господь желает явить милость каждому также из нас, сидящим сегодня в этом зале. Цель каждого из нас заключается в том, чтобы прославлять его в своей жизни нашего Господа и иметь общение с Ним через слово Господне. Через это мы можем обновляться в своей жизни, подобно Орлу, день за днем, возрастать в образ Христов. Господь поможет нам, чтобы мы в нашей жизни надеялись на Господа, чтобы мы во всех днях нашей жизни славили Его, как некогда восхвалял Давид, читая Солом 102. Благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяния Его. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы также в своей жизни могли славить и благодарить Господа, чтобы наши уста были наполнены хвалой Ему. 6 по 19 стихи Давид воспевает величие Господа в его чудесных делах. И 20, и 21, и 22 стихи. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, поминуясь глазу Слово Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие воли Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя, Господа. Давид призывает все живущее, все дышащее, да славит Господа. В некоторых других псалмах он также призывает к этому. 20-е и 23 стихи, которые я прочитал, Давид приглашает также и нас сегодня славить Господа в своей жизни, в своих устах. Пусть Господь поможет нам, начиная новую седьмецу дней, чтобы наши уста были наполнены хвалой и славой нашему Творцу и Создателю, чтобы мы помнили, что мы прах и перст. Но нас Господь нашел в этом мире. Но нас Господь избрал из этого мира. И нас Господь перевел в эту страну, в которой мы живем. И чтобы мы не забывали всех тех благодеяний, которые мы имеем в нашей духовной, в нашей материальной жизни. Аминь. Будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И хотел бы всем нам напомнить Они написаны по-английски Я попробую перевести их Если у твоей жизни счастливые моменты Славь Бога Если у твоей жизни трудные моменты Ищи Бога Если у твоей жизни все тихо и спокойно Поклоняйся Богу Если у твоей жизни болезни Доверяй Богу Каждый момент твоей жизни Благодари Бога Мне они очень понравились И да поможет нам Господь Чтобы вот в нашей жизни В повседневной жизни живя Чтобы мы вели себя именно так И да поможет нам Господь Слушая сегодня слово Я хочу, чтобы мои братья нам Высветили номер 1632 За меня Христос страдал Мы вместе его стоя споем И после чего мы высушим еще пение хора Общим пением тогда только За меня Христос страдал За меня Он свиста дал И служит на землю И служит на землю И служит на землю Всю ему я ладую Научи спаситель чудо Как ты жизнь прожить свою Нам любовь Христос страдал И служит на землю И служит на землю И чтобы мы вели себя И служит на землю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Утром сегодня объявляли о том, что напоминали о том, что 30 числа у нас будет избрание братьев на дьяконское служение. И если вы знаете, что вас 30 октября не будет здесь, вы сможете это сделать заранее. У Василия Яковлевича есть конверты с собой, вы можете подойти к нему после служения, взять конверт, отметить, за кого бы вы хотели проголосовать. И нужно, я думаю, за всех голосовать, запечатать конверт, подписать свое имя. И тогда этот конверт откроют только во время подсчета голосов. У нас также есть объявление, не объявление, а просьба к молитве. У Дениса Ткач на этой неделе будет операция. Семья просит родителей, чтобы церковь молилась, чтобы Господь благословил. Также семья просит, чтобы церковь молилась о брате Харлампии. Комонаж, он также находится в больнице, в тяжелом состоянии. И просит, чтобы церковь поддержала молитвы. Также будем просить Господа за остальных братьев и сестер, которых сегодня нету с нами по причине болезни. Это мы знаем брат Михаил Юрик, мы знаем также за сестру Дашу, будем продолжать молиться. И веря в то, что Господь слышит, Господь ответит. Давайте мы встанем на наши ноги и будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за это служение. Благодарим Тебя за то, что Ты так много сегодня нам напомнил. Он напомнил о том, что мы должны стремиться к святости. Ты очистил нас, омыл кровью Иисуса Христа. И Твоя воля сегодня по отношению к каждому из нас, чтобы мы освящались изо дня в день. И чтобы мы были готовы ко встрече с Тобою, Господь. Потому что ничего нечистого не может войти в небеса, которые Ты приготовил для детей своих. Господь, я благодарю Тебя за то слово, которое Ты напомнила нам о том, что мы должны всегда благодарить Тебя. Что все, что мы имеем, Господь, это не наши заслуги, но это Твоя забота о нас, Твоя милость к нам. Помоги нам иметь сердце благодарное. Чтобы мы понимали и помнили о том, что это от Тебя все. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил церковь нашу. Благослови, Господь, и братьев, и сестер, кто сегодня не может быть с нами по причине болезни, я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся своей рукой, исцеляющей каждое тело, Господь. Исцели, Господь. Даруй свое врачевание, Господь. Ты самый лучший врач и исцелитель, Господь. Мы просим Тебя, братья Харлампии, Господь, просим Тебя, чтобы Ты исцелил его, Господь, чтобы Ты укрепил его, Господь. Поддержи его, Господь, и яви свою милость к нему. Также мы просим Тебя о Денисе Ткач, у которого будет операция на этой неделе. Благослови его также. Благослови врачей, которые будут совершать эту операцию. Ты руководи ими, и чтобы все прошло успешно. И чтобы мы могли также радоваться и славить Тебя, и благодарить, потому что Ты есть наш Бог. Услышь, Господь, наши молитвы. Благослови и строительство наше дальнейшее. Ты посылай и погоду хорошую, посылай желание братьям, для того, чтобы приходить сюда и трудиться, даруй возможности всем нам, чтобы мы могли вместе совершать это дело для славы Твоей. Благослови нас, когда мы сейчас разойдемся каждый в свой дом. Храни нас на путях наших, Господь, оберегай от всякого несчастья, от аварии. Благослови нас на предстоящую трудовую неделю, Господи. Будьте с нами всегда и во всем. Мы нуждаемся в Тебе и благодарим Тебя, наш добрый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. С миром Божьим, братья и сестры.